Дом Божий Дом Божий Кто-то сказал интересную фразу Если ты общаешься с тремя миллионерами Ты станешь четвертым Если ты общаешься с двумя умными людьми Ты станешь третьим Если ты общаешься с двумя идиотами Ты будешь третьим Но если ты общаешься с святыми людьми В церкви, я думаю, то ты будешь Тоже святым человеком В их числе Аминь Потому что это сообщество Оно полезное, оно делает нас лучше Оно Нужное Для человека Сегодня я хотел бы делиться Божьим Словом Местописание Иван Глятьяна 15 глава 16 стих И тема проповеди называется Плод Плод жизни Давайте прочитаем Не вы меня избрали А я вас избрал И поставил вас Чтобы вы шли И приносили плод И чтобы плод ваш пребывал Дабы Чего не попросите Во имя Чего не попросите От Отца Во имя Мое Он дал Вам Очень важный вопрос Плод нашей с вами жизни Знаете, в мире Плод Или То, что Люди часто говорят Человек состоялся Достиг чего-то Отличается от того Что говорит Священное Писание Успех И плод жизни То, как Бог смотрит В корне отличается от того Что в мире Знаете, я рос в церкви Где учения о процветании Как такового не было Не было такого слова процветания В церкви говорилось Так Если хочешь быть успешным Будь трудолюбивым Работай Трудись Это хорошо Это польза для человека Пойди к муравью Ленивец Научись от него И так дальше Но, чтобы вот так Знаете Состав был впереди Эшелона Или как То есть Тот, кто ведет Это как называется Ведущий В локомотиве Локомотив Да Не должно так быть То есть Мы Должны понимать Что церковь Если бы мы Учили так Людей Вот иди в церковь Бог тебя благословит И все У тебя в церкви Все проблемы решатся Друзья Мы были бы Обманщиками Путь христианина Часто В большей степени Может быть даже Это трудности Это Может быть даже Страдания Это Многими скорбями Надлежит войти И куда? В царство небесное Мы не говорим Что не должно быть Процветание Но Оно должно быть там Как следствие того Что ты ходишь Перед Богом Если ты служишь Богу Ты верный И твоя цель Небо Придет все В свое время И во время И в нужный час Поэтому успех Или плод Того что мы Хотим Сегодня узнать Что такое плод Это не Только процветание Это не есть главное Мы Движемся на небеса Наша цель На небеса И вот Здесь Когда Господь Говорит о плоде Он говорит Чтобы плод Ваш пребывал Чтобы он Остался Чтобы он Был Знаете Разочарование Мне кажется Самое большое Когда ты придешь Жизнь закончится Придешь И ты с пустыми руками Пред Богом Пристанешь Ничего не сделал Ничего не принес Абсолютно нет плода Помните Как сказано Ангелу Лаодикийской церкви Ты говоришь Я богат Я разбогател И ни в чем Не имею нужды А не знаешь Что ты беден И наг И слеп И так дальше Может быть Такое положение Что человек думает Что он богат Но в глазах Божьих Он бедный Нищий И слеп Поэтому Бог говорит Советую тебе Купить у меня Одежду Чтобы одеться тебе И подлинное Истинное богатство У него Что же такое Плод Жизнь Вы знаете Когда мы рассуждаем О плоде жизни Мы понимаем Что в жизни Есть определенные Циклы Есть Весна Есть лето Есть осень Есть зима Мы находимся В определенной Цикличности Есть время Когда мы что-то Сеем Может быть нам хочется Быстро пожать Но так не происходит Должно пройти Какое-то время Что мы говорим Под словом Плод Есть плод Терпения Есть плод Упования Плод веры Есть плод Характера Есть плод Страданий И такой плод есть Есть плод Как Павел говорит Святость Есть Много плодов Которых Бог ожидает Я вспоминаю Одну христианскую песню Пели Раньше Не хотел бы я Бесплодным К трону Господа Прийти Но Одну хотя бы Душу К Иисусу привести Есть плод Служения Когда мы служим И приводим Наших друзей Наших братьев Ко Христу Есть разные плоды И вот Когда Господь Говорит Чтобы плод Пребывал Это означает Когда мы Предстанем Пред Богом Чтобы Он Сказал Вот добрый Верный раб Во многом Ты был верен Принести Плод Божье Царство Вот на это Мы должны Смотреть И устремлять Свой взор Вы знаете Я бы хотел Вначале Поделиться Тем важным Принципом Которые есть В Священном Писании Для того Чтобы Вот плод Наш действительно Пребывал Что нужно Мне сегодня Такое Делать Что Я должен Хранить В чем Я сегодня Должен Нуждаться Чтобы Действительно Принести плод Пред Господом Книга Исход Третья глава Второй стих Когда Бог Призывал Моисея Мы читаем Такой интересный Момент Находим Второй стих И явился Ему Ангел Господень В пламени Огня Среды Тернового Куста И увидел Он Что Терновый Куст Горит Огнем Но Куст Не сгорает Моисей Сказал Пойду И посмотрю На сие Великое Явление Отчего Куст Горит И не сгорает Вот Когда Моисей Был в пустыне Бог явился Ему В этом Огненном Кусте Терновый Куст Горел И не сгорал И вы знаете Что привлекло Внимание Моисея Именно Наблюдая То Как говорит Как горит Куст Он заметил Что он горит И не сгорает И это Привлекло Его Внимание Вы знаете Когда Бог Избирает Людей То есть Здесь даже Наглядно Мы можем Посмотреть Что это Не был Какой-то Кипарез Какое-то Величественное Дерево Которое Горело Не сгорал Это был Обычный Куст Которого Даже Сама Природа Подсказывает Что он Должен Сгореть Терновый Куст Никакого Плода Ничего Нет Но Что Привлекло Внимание Что он Горел И не Сгорал Вот Когда люди Смотрят На твою Мою Жизнь Что Привлекает Внимание Людей В твоей Жизни На то Что ты Горишь И не Сгораешь То Что ты Переносишь Трудности Может быть Страдания И ты Не Сгораешь Ты Молишься Не Перестаешь Молиться Ты Ты уповаешь И не Перестаешь Уповать Ты Трудишься И не Перестаешь Трудиться Ты Не Сгораешь Ты Не Разочаровываешься В Боге То есть Признак Того Что Бог Присутствует В твоей Жизни Это Тот Момент Тот факт Что ты Горишь И не Сгораешь Мне Жаль Таких Христиан Которые Ходят Церковь А потом Вдруг Они Раз Не Будут Ходить Там Он Что-то Перегорел Проблемы Конфликты Которые Мы Сами Не Можем Объяснить Нет Божье Присутствие В твоей Жизни Когда Ты Горишь И Не Сгораешь Молишься И Не Перестаешь Веришь И Не Перестаешь Служишь И Не Перестаешь Переносишь Страдания И Не Перестаешь И Апостол Петр Об этом Говорит Следующим Образом Что Наша Вера Именно Ценность Она Приобретает Тогда Потому что Она Пройдя Через Огонь Будет Очищена От Всякой Примеси Вот Именно Эта Вера Огнем Подчеркиваю Очищенная Она Ценная Она Приобретает Ценность Не Та Вера Которая Просто На Устах Но Вера Которая Проходит Через Страдания И Трудности Вера Которая Горит И Не Сгорает Она Приобретает Истинную Ценность В глазах Божьих И Это Привлекает Внимание Людей К нашей Вере Когда Ты Служишь Ходишь У тебя Есть Постоянство Это Признак Божьего Присутствия В твоей Жизни То что Бог Есть В твоей Жизни Это Божья Благодать Твоей Жизни Горишь И Не Сгораешь Это Важный Принцип Друзья Вы Знаете Сегодня Мы Говорим О плоде Мы Говорим О том Чтобы Плод Наш Пребывал Я Был Привести В качестве Примера Жизнь Человека Который Наверняка Все знают Верующие Люди Это Иосиф Я Не буду Читать Пересказывать Все Его Историю Но Я Хотел Бы Взять Эти Эпизоды Которые Как раз Подчеркивают Ту Истину О которой Мы Сейчас Говорим А именно Вот Иосиф Что о нем Мы знаем Что о нем Сказано Знаете Как итог Его жизни Как плод Его жизни Его служение В книге Послание к евреям В 11 главе Написано 22 стихом Вы знаете Что 11 глава Послание к евреям Многие проповедники Называют Как триумфальная Арка героев Веры То есть Это В этой В этом Списке Люди Которые О которых Сказано Ну Такое То что они Сделали в жизни То что Главное Не все Но самое важное Самое главное Что касается Их веры В этом списке Авраам Енох Авель Ной Сара В этом списке Моисей И многие Многие Перечислены Здесь Заметьте Что Об этих Людях Сказано Что многие Из них Они жили Там Скитались Жили В пещерах Носили Там Жили Как Иоанн Там В пустыне Где-то Но Бог Называет Их Героями Веры И вот Иосиф Что О нем Сказано Мы читаем В 2 стих Веру Иосиф При кончине Напоминала Бесходе Сынов Израилевых И завещала Костях Свои Вот все Что сказано Об Иосифе Не кажется Ли вам Интересным То что Вот зная Жизнь Иосифа Знает То что Иосиф Сделал То что Иосиф Будучи Преданным Родными Братьями В рабство Потом Пройдя Такие трудности Сложности Жизни Смог Прости Своих Братьев И более Того Он смог Сохранить Их Жизнь От Голодной Смерти Не только Жизнь Их А Жизнь Целой Страны Египет Но Об этом Не упоминается Здесь Ну Я бы Наверное Выделил Это Главное В его Жизни В его Вере Но Здесь Написано Что Когда он Умирал То есть Когда он Был на Смертном Адре Вот он Позвал Своих Близких И говорит Вот здесь Пожалуйста Меня не Оставьте Чтобы Даже Гости Мои Не остались Здесь И Вы Даже Должны Будете Оставить Эту Страну Не Кажется Ли Вам Это Таким Привлекательным Интересным И немного Странным Почему Иосиф Так Сказал Ведь Когда Иосиф Это Говорил Что Это Были За Условия Для Евреев Что Это Были За Обстательства Я вам Скажу Какие Это Были Лучшие Условия Когда Фараон Был Очень Расположен К Евреям Он Дал Им Лучшие Земли Они Жили В Хороших Домах У них Были Условия У них Был Хлеб Пища Они Ни в Чем Не Нуждались Они До Этого Были Проблемы Но Здесь Они Нашли Для Себя Приют А Вот Иосиф Который Тоже Прожил Такую Уже Жизнь И Он Был Вторым Человеком В Египте Имел Власть Полномочия И он Говорит Даже Костями Здесь Не Оставьте Не Кажется Ли вам Друзья Что Вот Этот Пример Веры Говорит Указывает На То Что Иосиф Мечтал О чем То Большем О чем Он Мог Мечтать Конечно О небесном И Это Для Нас Пример Того Что Мы На Земле Не Должны Привязываться Ни К чему То Что Мы Можем Назвать Хорошим Нет Ничего На Этой Земле К чему Мы Должны Привязываться То Что Мы Могли Бы Противоставить Небу Мы Должны Стремиться К Небесам Иосиф Верой Указывал На То Что Ваша Земля Не Здесь Она Ханаганская Земля Евреем Тогда Еще То То Есть В Но Он Позаботился О будущих Поколениях Следующим Образом Не Привязывайтесь Ни К чему Тому Что Вы Можете Назвать Здесь Хорошее Доброе На Земле Даже То Что Вы Можете Назвать Благословение Мы Должны Стремиться Туда И Библия Учит Нас Друзья О том Что Петр Говорит Что Мы Странники Пришельцы На Этой Земле Здесь Все Временно Сегодня Уже Пастор Сказал Что Не Заметили Как 30 лет Пробежал Не Заметишь Как 50 лет Пробежит Не Заметишь Как Жизнь Пройдет Но Плод Который Пред Господом Мы Должны Будем Предстать И Принести Поэтому Иосиф Говорит С верой Он Говорит Дальше Чем Вот Это Все Земное Говорит Нужно Туда Смотреть И Вот Это Пример Его Веры То Есть Как Человек Оценивает Для себя Как Человек Определяет Для себя Успех Жизни Как Человек Сам Лично Для себя Определяет Успех Он Мог бы Сказать В конце Жизни Собрать Своих Детей Слушайте Да Я Прошел Через Многое Вот Видите Я Чего Достиг Да Претерпел А Вот Теперь Вот Видите Вот Идите По моим Путям Это Было Ничего И Даже Помню Когда-то Недавно Один Из наших Министров Сказал Что Иосиф Дал Пример Как Национализировать Все Он же Продавал Хлеб А потом Люди Деньги Кончились Начали Продавать Имущество И себя Продали Иосиф Мог бы Так сказать Но он Ничего Не упомянул Из Вот этих Земных Своих Достижений Он Говорит Даже Кости Мои Не Оставьте Здесь Как Человек Был Устремлен К Небесным Целям Тому Что Вечности Предстанет И что Важно Для нас Вечности Отзовется Это первое Что мы Видим В жизни Иосифа Он Завещал В своих Костях В то Время Когда Они Были В лучших Условиях И выход Из Египта Казался Вообще Нежелательным В то Время Для Евреев Следующий Момент Друзья Тридцать Девятая Глава Второй Стих Я Прочитаю Вам Только Второй Стих Это Жизнь Иосифа И был Господь Иосифом Он Был Успешен В делах И жил В доме Господина Своего Египтянина И увидел Господин Его Что Господь С ним И что Всему Что он Делает Господь В руках Его Дает Успех Бог Был С Иосифом Если бы Мы смогли Быть С Иосифом Тогда И посмотреть На него Что Мы знаем Об Иосифе Его Продали Родные Братья Мадиотяна Мадиотяне Продали Его Египтянам Патифар Его Приобрел Купил Как Жили Рабы Вы Думаете Он Утром Вставал Там Пил Кофе Потом Открывал Гардероб Какой Я галстук Сегодня Одену Нет Рабы Так Не жили У них Не было Переменных Одежд Где-то На соломе Встал Еще Солнце Не встало Он Одно Дело Второе И так До вечера Каждый День Более Этого Мы знаем Что Помните Жена Патифара Начала Смотреть На него Неправильно Пыталась Завладеть Иосифом И в итоге Она его Обвинила В Домогательствах Иосифа По ложному Обвинению Бросает В темницу В то время Если бросали В темницу Это на всю Жизнь Обвинить В такой Позорной Статье Раб Обвиненный В позорной Статье Брошенный В темницу Никаких Перспектив Библия Говорит И Бог Был С Иосифом Если бы Вы были Там И посмотрели На этого Человека И вас Спросили Как вы думаете Бог с этим Человеком Я думаю Нет Мы бы Сказали Да он Какой-то Вообще С ним Все плохо Если бы Вы были Там На этом Корабле Где Апостол Павел В вузах Связанный Его везут В Рим Для того Чтобы судить Корабль Терпит Корабли Крушения Они Каким-то Чудом Спасаются И потом Когда Они оказались На острове Павел Взял Там Эти дрова Несет Змея Эхидна Эхидна Вцепилась Ему В руку Ядовитая Смертоносная И люди Посмотрели Сказали Ой С этим Человеком Все Плохо Вот он Боюсь даже Это слово Говорит Проклян А Бог Был С Павлом А Бог Был С Иосифом Там Когда он Был Рабом На нем Было Клеймо Раба Он Был Ложно Обвиненный В темнице А Бог Был С Иосифом Это не показатель Того Что Богатство То То Успех И все Хорошо То Что Бог Человек Нужно Вспомнить Того Богача Который Построил Там Знаете А потом Говорит О Урожай Какой Надо Больше Построить А Господь Говорит Безумный Вот Успех Глазами Мира И вот Успех Божий Так Что же Такое Если Иосиф Был По Всем Этим Обстоятельствам Внешним Признаком Сложно Сказать Что Бог С ним А что Же Тогда А я Вам Скажу Плод Святость Иосиф Хранил Себя От Греха И Это Проблема Многих Христиан Сегодня Вы Знаете Если Бо Мы Себя Хранили И Понимали Что Такое Плод Святость Если Бо Мы Понимали Это Во Всех Обстоятельствах Жизненных Каких Бы Мы Не Были Бог Был С Нам Везде Всюду Находишься Ты В болезни Болеешь Может быть И Ты Молишься Чтобы Бог Исцелил Молись Но Если Даже Какая Болезнь Такая Что Человек Не Может От Не Выжить Уже Разве Ты Отойдешь От Бога Ты Будешь Благодарить Его Все Равно Будешь Благодарен Ему За ту Жизнь Которая У тебя Была И Будешь Уповать До Конца И Молиться И Верить До Конца Что Он Тебя Восстановит И Ты Не Разочаруешься Не Разобьешься В Боге Почему Потому Что Ты Ходил Пред Ним Праведно И Свято И Иосиф Не Был Разбит Разочарован Когда Ему Было Плохо Стало Еще Хуже И Он Сказал Ну Все Господь Теперь Я Могу Во все Вольные Грехи Бог Был Сиосифом Потому Что Он Боялся Бога Он Ходил Перед Богом Он Боялся Грешить Он Для Него Страдания Не Были Оправданием И Оправданием Тому Чтобы Поступать Как-то Неправильно Он Не Смотрел На Других Людей И Свою Ситуацию Не Сравнивал С Другими Людьми Другие Люди Не Были Для Него Примером Он Смотрел На Бога Как Ты Смотришь Куда Это Будет Определять Наш С вами Плод Перед Господом Друзья Будет Наш Плод Пребывать Или Нет Если Ты Сегодня Смотришь На Господа И уповаешь На Него Ходишь Перед Ним И боишься Чтобы Не Грешить И даже Ты Проходишь Через Страдания Вот Это То Что Поможет Тебе Сохранить Плод Иосиф Никогда Не дошел Туда Куда Он Дошел Если Был Он Здесь Как-то Повел Себя По Другому Итак Божье Присутствие Оно Не Определяется Внешними Признаками Твоими Страданиями Обстоятельствами Но Божье Присутствие Чтобы Гореть И не Сгорать Это Твой Страх Божий Это Твоя Святость И апостол Павел Говорит Плод Ваш Есть Святость Имейте Не увидит Господа Без этого Плода Нельзя Увидеть Господа Невозможно С ним Встретиться Плод Страданий Что такое Плод Страданий Знаете Есть такое Интересное Выражение Если Человек Добивается Чего-то Иосиф Мы знаем Что он Стал Вторым Человеком Он Стал Но его Испытания Не Закончились Если Человек Добивается Успеха То это Не благодаря Кому-то Но Вопреки Всему То есть В большей Если мы Кого-то Видим Что он Действительно Успешен По-настоящему По-божьему То на пути Всегда Будут Какие-то Трудности Если Ты видишь Успех У кого-то Всегда Там Есть Трудность Всегда Там Есть Самую Цену Которую Мы платим Достигая Успеха Это Вопрос Твоих Страданий Это Вопрос Того Что Ты Положил Что Ты Пожертвовал Это Цена Иосиф Всегда Общался С Богом И вы знаете Есть Последнее Что я хотел бы Сказать За Иосифа Когда Отец Уже Будучи Стар Яков Благословлял Всех Своих Сыновей И когда Очередь Пришла Иосифа Вы знаете Как он Его Благословил Он Благословил Его В таком Замечательном Образе Образе Дерева Которое При потоках Вод Это Не единственный Пример В Библии Помните Первый Псалом Блажен муж Который Не ходит На совет Нечестивых Не стоит На пути Грешников Не сидит В собрании Разродителей Но в законе Господа Воля Его О законе Его Размышляют День и ночь И будет Он Как дерево Посаженное При потоках Вод Все Что он Не делает Успеет То есть Будет Успех Будет Плов И вот Отец Яков Благословляя Иосифа Говорит 22 стих 49 главы Бытие Иосиф Отрас Плодоносного Дерева Отрас Плодоносного Дерева Над источником В ветве Его Простираются Над стеной Огорчали Его Стреляли Враждовали На него Стрельцы Но тверд Остался Лук Его И крепкие Мышцы Рук Его От рук Мощного Бога Яковлева Заметьте Иосиф Отрас Плодоносного Дерева Каждый Человек Каждый Из нас Кто-то Из нас Отец Муж Брат Кто-то Из нас Кто-то Сестра Жена Мама В каком бы Качестве Мы не были Но мы Прежде всего Призваны В том Чтобы у нас Был плод И мы были Благословением Прежде всего Прежде всего Для своих близких В своей семье То есть Если В моем доме От меня Плачут Страдают Мне нужно Задуматься Благословение Или я Мне нужно Стремиться К тому Чтобы я Был Благословением Прежде всего Заботился Своих домашних И был Благословением Для них Так или нет Братья и сестры Но мы Видим Что благословение Оно Умножается И Бог Благословляя Устами Иакова Иосифа Говорит Отрис плодоносного Дерева Его дерево Его ветви Над стеной То есть За пределы Семьи Его благословение Иосиф Стал благословением Для Египта Для тех людей Которые не умерли Голодной смертью Благодаря Отношениям С Богом Благодаря Откровению Которое Обладал Иосиф И будучи Вот этим Деревом Которое При потоках Вод Которое При Божьей благодати Которое Слышал Бога Молился Нуждался В Нем Бог говорил Открывался Ему Через сны Иосиф Благословил Можно сказать Бог благословил Иосифа Через Иосифа Египет И другие народы Ведь Если б не Иосиф Многие бы умерли Если бы не Иосиф То и Семья Его бы Могла погибнуть Но благословение Бог умножил И распространил Мы говорим с вами О плоде жизни Друзья И если мы Действительно Ходим Вот В этом Благословении Если мы Действительно Питаемся от Бога Общаемся с Ним Молимся То Бог умножает Плоды До такой степени Что мы даже Не можем себе Представить В истории Есть очень много Великих людей Которые так много Сделали С недавних Времен Которые уже Ушли в вечность Лестер Самрал Бонке Билли Грэм Сколько душ Они привели Ко Христу Сколько Великих служителей Поднялись Благодаря Их служение Их служение Их благословение Оно распространилось На весь мир Мы призваны Друзья В том Чтобы Наша жизнь Была плодоносная Чтобы наши ветви Распространились Над стеной Как сказано Об Иосифе Хотя Огорчали Стреляли Враждовали Но Тверд остался Лук Его Крепки мышцы Рук Его От рук Мощного Бога Вот его источник Бог В Боге Он и креплялся И Бог Давал ему сил Поэтому Несмотря на все Трудности Он был успешен И плод Его Пребывал Как Господь Говорит Знаете Есть множество Примеров В Священном Писании Те Кого мы назвали Героями Веры Которые Постоянно У нас На устах И перед Нашим взором Можно вспомнить Давида Который Не в меньшей степени Страдал Проходил Через трудности Много терпел Много раз Был в опасности От тех людей Которые Должны были Его поддерживать Кому Он служил Но его Предавали А он Служил Богу Однажды Даже самые близкие Восстали на него И хотели Побить камнями А Давид Укреплялся Надеждой На Господа И Давид Он стал Как мерилом Он стал Как Бог показывал Его Когда цари Появлялись в Израиле Новые Бог представлял Давида Говорил Не такой Как Давид Или такой Как Давид Давид Был Вот Его плод Был в этом Что Бог Настолько Сильно Укрепил Его царство Что сказал Что от тебя Не прекратится Сидящий На престоле И Иисус Христос Он Из Колена Где Давид Был Однажды Царем В этой Родословной Это Великий Плод Это великое Благословение В его человеке Руф Мавитенко Которая Ничего не имела Ничего не знала О Боге Израиле А все Что она знала То что Бог Забрал у нее Мужей У ее Свекрови Детей Она говорит Я буду служить Этому Богу У нее такая вера была И Бог ее благословил Она стала Праматерью Христа Мы знаем Мы знаем Ту женщину Евангелия Матфея 26 век Которая пришла С этим Аловастрим Сосудом Казалось бы Ну Что она Такого Сделала Но она Хотела Сделать То что Она могла Сделать То что Она Видела То что Она хотела Всем сердцем Искренне От всего Сердца Ученики Они не оценили Это Они сказали Зачем Такая трата Господь Говорит Оставьте ее Она Большое Дело Сделала Даже Когда во всем мире Об этой женщине Она Просто хотела Поблагодарить Господа От всего Сердца Это Плод Ее Любви Ее Веры Ее Искренности Выразился В таком Поступке Вы знаете Наш Господь Написано О нем Что Мы Не видели Ни вида Ни величия Исайя Говорит И даже Ни во что Ставили его Мы думали Он Муж скорби Изведавший Болезни Мы думали Что он Поражаем Богом Уничижен А Писание Говорит Что Бог Будет смотреть На подвиг Души Своей Сдовольствием То что Господь Совершил И тот плод Который Сегодня Того что Он сделал Господь На Голгофе Когда он Умер Пострадал Это церковь Это спасенные Души Это миллионы Миллиарды Драгоценных Душ Друзья Всегда Есть плод Жизни Если Нету Плода О котором Мы говорим С вами То Есть Другие Плоды Страшные Плоды В жизни Которые Все равно Нужно Будет Человеку Пожинать Есть Есть плод Смерти Плод Греха Плод Невежества Плод Того О чем Не хотелось бы Говорить Нам с вами Но Служи Богу Что в этом мире Точнее Будет Сказано Так Смотивировать Тебя Из нас Чтобы В нашей Жизни Действительно Мы могли Сказать Вот это И есть Плод Жизни Благодаря Благодати Божьей Благодаря Тому Что Бог Присутствует В моей Жизни Мы С вами Молимся Мы С вами Горим И не Перегораем Мы Трудимся Мы Идем Только Благодаря Божьему Присутствию И может Быть В глазах Мира Мы как Этот Терновый Куст Ничего Не значим Но Главное Что Божье Присутствие Там Есть Главное Что В этой Жизни В этом Человеке Присутствует Великий Всемогущий Бог Аминь Давайте Мы Встанем Мы Помолимся Я бы Хотел Обратиться К тем Людям Кто Еще Не Обращался Не Молился Господу Божья Благодать Она Здесь И Бог Касается Твое Сердце Бог Любит Тебя И Бог Отдал Свою Жизнь За Тебя И Если Ты Хочешь Обратиться К Нему Попросить Чтобы Господь Пришел Твою Жизнь Изменил Ее Чтобы Действительно Ты Мог Переживать То О чем Мы Говорили Чтобы В твоей Моей Жизни Был Этот Плод Жизни Который Ценный Для Господа Мы Помолимся За Вас Если Вы Той Человек Кто Хотел Б Принять Иисуса Христа Своё Сердце Просто Дайте Знать Поднимите Вашу Руку Мы Помолимся Вместе С вами Там Где Вы Есть В этом Зале Может На Балконе Где Б Вы Не Были Если Ты Хочешь Обратиться К Богу Подними Свою Руку Есть Такие Люди В этом Собрании Кто Хотел Обратиться К Господу Принять Господа Иисуса Христа Своё Сердце Свою Жизнь Не бойтесь Пожалуйста Не стесняйтесь Не упустите Этой Возможности Потому что Мы Не знаем Знаете Как один Проповедник Сказал Я проповедую Каждый раз Так Как будто В этом Зале Всегда Есть Человек Который Последний Раз На этой Проповеди И Вслужении Мы Не знаем Что Сколько Но Обратись К Богу Если Ты Не Обратился Пусть Бог Благосовет Каждого Кто Уже Принял Христа Может Может быть Вы смотрите Нас В эфире Мы Помолимся Вместе С вами Молитвой Обращения Давайте Мы Склоним Головы Закроем Глаза И помолимся Отец Себесный Приходим К Тебе Во имя Иисуса Христа Я верю Что Иисус Христос И Сын Божий То Что Он Умер За мои Грехи И Воскрес Мое Оправдание Господь Прости Все Мои Грехи Будь Моим Господом И Спасителем Отныне Моя Жизнь В Их Руках Слава Тебе Аминь Слава Богу Вы вышли Принять Христа Как Вас зовут? Настя Писание говорит Каждый Кто призовет Имя Господне Спасется Я буду Вести Вас В молитве Вы Повторите За мной Слух Хорошо Давайте Церковь Помолимся Вместе С Настей Отец Ебесный Прихожу К Тебе Во имя Иисуса Христа Прошу Тебя Будь Моим Господом И Спасителем Прости Все Мои Грехи Войди Мое Сердце Отныне Моя Жизнь В Твоих Руках Благослови Меня И Сохрани Меня Для Своего Царства Аминь Верьте Когда вы Так Помолились Бог Слышал Вашу Молитву Пусть Бог Благословит Давайте Церковь Помолимся За Настю Господь Во имя Иисуса Христа Мы Благословляем Эту Драгоценную Душу Благослови Господь Храни Ее Ты знаешь Ее Нужды Божия Пусть Твоя Благодать Пусть Твоя Милость Пребудет На ней Благослови Ее Окружение И пусть Господь Будет Плод В Ее Жизни Тот Плод Который Будет Радовать Тебя И Ее Сердце Господь Да Будет Она Благословена И счастлива И успешна Во всем Аминь Пусть Бог Тебя Благословит Настя Мы Тебя Поздравляем Пожалуйста Вот Здесь Люди Которые Задайте Любой Вопрос Который У вас Есть И Вы Тоже Вышли Обратиться Помолиться Давайте Помолимся Как вас Зовут Виктор Давайте Мы Вместе С вами Тоже Помолимся Давайте Закроем Глаза И Помолимся Отец Себесный Повторите За мной Молит Прихожу К Тебе Во имя Иисуса Христа Прошу Тебя Прости Все Мои Грехи Будь Моим Господом И Спасителем Отныне Моя Жизнь В Твоих Руках Благослови Меня Благослови Моих Родных И близких И Сохрани Меня Для Своего Царства Аминь Господь Во имя Иисуса Христа Мы Благословляем Виктора И просим Пусть Твоя Милость Благодать Будет Его Жизнь Господь Ты Знаешь Те нужды Которые В нем Есть Господь Ты Знаешь О чем Помышляет Молится Благослови Сохрани Даруй Силу Крепость Исцеление Господь Если Нуждается В нем Господь Мы Благословляем Его Жизнь Его пути Мы вас поздравляем Пожалуйста Здесь есть Выйди Задайте Любой вопрос Который у вас есть Добро пожаловать Церковь Братья и сестры Мы еще помолимся Мы помолимся То о чем Мы рассуждали С вами Знаете Как бы нам Может быть Не хотелось бы Думать об этом Размышлять Но Мы всегда должны Жить с этой мыслью Что однажды Мы пристанем Перед Богом Вот я с раннего детства Слышал этот псалом Не хотел бы я Бесплодным Трону Господа Прийти Вот Это должно Нас беспокоить Какой плод Моей жизни Какой плод Моего упования Видят ли Как в Иосифе Его дети Его упования Что Вот не Египет А там Вот видят ли Во мне это дети Видят ли Мои братья и сестры Живу ли я там Видят Есть ли плод Моей святости Есть ли плод В моем характере Друзья Нас должно Это беспокоить Поэтому Давайте мы помолимся Искренне Пред Господом Господь Благослови Чтобы Плод моей жизни Он пребывал Иисус говорит Чтобы плод Ваш пребывал Чтобы шли И приносили плод И чтобы плод Ваш пребывал Господь Мы приходим Тебе Мы Твоя церковь Мы Твои дети И мы Каждый Нуждаемся В Тебе В Твоей благодати В Твоей силе Господь Если Ты дашь нам силу Если Ты дашь нам Твою благодать Если Ты дашь нам Мудрость И если мы будем У Твоих источников Господь То мы принесем Этот плод Благослови нас В том Чтобы нам быть Этим деревом Которое Растет В потоках воды Благослови нас Чтобы мы всегда Искали Тебя Твоего лица В молитве Искали Тебя В слове Искали В служении В церкви Искали в общении С братьями и сестрами В том Чтобы нас Был плод В жизни Чтобы нам Принести плод И прославить Тебя Господи Я молю Тоже Дай Утешение тем Кто может быть Сегодня разочарован И не видеть Ничего Господь Потому что Ты силен Обогатит нас Всякой благодатью Чтобы мы Действительно Приносили плод Для Твоей славы Может быть Кто-то стоит И думает У меня нет Ничего Господь Чтобы я мог Дать Господь Покажи Как той женщине Которая принесла Это драгоценное Миро И возила Господь Чтобы мы Нашу жизнь Наше время И все то Что у нас есть Господи Мы могли Дать Тебе Прославить Тебя И возвеличить Тебя Помоги Об этом нам Размышлять Молиться Искать И достигать Чтобы Служить Тебе И прославить Тебя Великий Бог Отец Иный Дух Святой И весь народ Скажет Аминь Пусть Бог Благословит вас Друзья Аплодисменты Аплодисменты